Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха МакФлай. И сегодня у меня обзор странных объявлений с сайта Авито в категории «Отдам даром». Приготовьтесь удивляться, поехали. Надо сказать, что в целом категория «Отдам даром» — это такая сомнительная категория, вряд ли люди будут отдавать что-то хорошее. Однако я достаточно часто просматриваю такие объявления на предмет поиска чего-то интересного, потому что кому-то это может быть совсем не нужно, а тебе вот в данный момент ну прям приспичило вот иметь именно эту вещь. Ну и если анализировать в целом категории «Отдам даром», то, наверное, процентов 80 — это всякие кошечки и собачки. Кстати говоря, лет пять назад я себе брал котенка как раз-таки по объявлениям «Отдам хорошие руки». Руки у меня оказались очень даже ничего, и мне отдали котенка. Кот у меня прожил целых три года, а потом сбежал. Видимо, руки оказались не такие уж и хорошие. Следующая категория товаров из объявлений «Отдам даром» — это, наверное, процентов 10 товаров. Бытовая техника, вещи, мебель, детские вещи. Вот, честно признаюсь, оттуда никогда ничего не брал, потому что качество очень и очень сомнительное, вещи ушатанные. Ну и если уж что-то дает что-то бесплатно, то, вероятнее всего, это уже в непотребном состоянии. Следующие 10% вещей — это то, что как раз-таки меня интересует. Это остатки ремонта. Это дрова, это доски, это битый кирпич, это могут быть окна, это могут быть двери. Вот, кстати, окна и двери я как раз-таки забирал по объявлениям «Отдам даром». Несколько раз получалось, ну, потому что если взять, допустим, дверное полотно, то в деревне, в своем доме, ему найдется тысячи применений. Собственно, дверные полотна я и забирал. И остается еще примерно 1% объявлений «Отдам даром», которые сложно определить в какую-то категорию. Это такое безумие совершенное. Я не понимаю, почему люди отдают это даром, почему они не выбрасывают эти вещи сразу на помойку. И я не понимаю тех людей, которые их забирают. Топ-5 вещей, странных вещей, которые люди бесплатно отдают на сайте Авида. На пятом месте — голова лошади. Ну, точнее, маска лошади. Как пишет ее хозяин, маска уже достаточно потрепанная, снизу рвется. У меня сразу несколько вопросов по этой маске. Ну, во-первых, зачем ты ее купил? Во-вторых, зачем ты ее применял и надевал? Ну, раз она сильно потрепалась, значит, она все-таки применялась. Ну, и раз уж ты нашел ей применение, раз уж ты ее часто применял, одевал на себя, зачем отдаешь? Неужели не жалко? И опять же, кто тот человек, который бесплатно заберет маску коня? В общем, все очень странно с этим объявлением. Переходим к следующему месту. Итак, четвертое место. Здесь человек отдает бесплатно мусор. Ну, точнее, в объявлении написано, что это доски, остатки после ремонта, но по фотографиям видно, что это мусор. Причем, знаете, здесь, чем странно это объявление, тем, что здесь зашкаливает уровень... Что странного в этом объявлении в том, что здесь буквально зашкаливает уровень лени человека. Ну, то есть, вы сами посудите, он сделал ремонт. Вытащил все остатки ремонта на лестничную клетку, а потом решил, что, может быть, найдется человек, который все заберет. Ну, просто мне лень это все тащить до мусорки, поэтому я это сфотографирую, выложу в сеть, и вдруг найдется дурачок, который придет и заберет мой мусор. Вот в этой ситуации я, наверное, не завидую соседям вот этого вот человека. Знаете, это как сейчас принято говорить. А кто у нас жук хитрожопый? А вот он у нас жук хитрожопый. Человек, который не хочет выносить мусор, и решил его кому-то отдать бесплатно. Следующее место. Вещь называется аспиратор. Человек его отдает бесплатно, и, казалось бы, ну, что тут страшного? Если у вас нет детей, то, наверное, да, кажется, что ничего страшного. Если у вас есть дети, вы прекрасно знаете, что аспиратор по-русски это соплеотсос. Ну, да, прям в прямом смысле. Он так и называется. То есть, вы одну часть трубочки берете в рот, вторую часть трубочки вставляете в нос ребенку и высасываете у него потихонечку сопли. Вещь БУ в объявлении написана. Соответственно, друзья, хотели бы вы взять себе вещь, которую кто-то брал в рот, сосал, а вторую часть вставлял в нос? Я думаю, нет. Вряд ли найдется человек, который возьмет себе это даже бесплатно. Ну, и я, опять же, не понимаю человека, который решил отдать это. Вот что это за самопожертвование? Вот она, эта вещь была у кого-то в носу и во рту, и ты ее хочешь отдать? Это странно. Переходим к следующему месту. На этот раз человек отдает, как написано, БУ. Бутылки и стеклобой. Ну, это снова лень, мне кажется. Это человек прибрался у себя на участке. Видно, что или человек, или какие-то его родственники, ну, сами понимаете, да, откуда же взялось столько пустых бутылок, разбросанных по участку. В общем, он собрал, и тут на него напала лень. Или жадность. Я уж не знаю, чего здесь больше. Жадность, с одной стороны, жалко выкинуть, а с другой стороны, лень, лень тащить. Соответственно, сил хватило только на то, чтобы сфотографировать, выложить в сеть и сказать, что, друзья, заберите, пожалуйста, кто-нибудь вот эти грязные бутылки. Кому они вообще могут понадобиться? Я не понимаю. Человек, пожалуйста, если ты меня смотришь, выкинь на мусорку и успокойся. Ну, и победитель нашего топа в категории «Самые странные вещи», которые люди отдают на Авито бесплатно, это морской рис. Рис. Выглядит он вот так, ну, то есть, как эта банка с мутной жидкостью. Я сначала тоже не понял, что это такое. Думаю, что за морской рис. Начал гуглить. Оказалось, морской рис — это что-то похожее, наверное, на чайный гриб. Это какие-то бактерии, которые... Это какие-то бактерии, продукты жизнедеятельности, которых похожи по форме на рис. То есть, здесь в банке живут бактерии. Они живут, перерабатывают, собственно, там сахар, что они там перерабатывают, и получается вот этот вот рис. В общем, человек предлагает его пить, есть. Я не знаю, что предлагает человек. Зачем вообще отдавать эту вещь бесплатно? Что это вообще за вещь? Я не понимаю. На мой взгляд, это самая странная вещь, которую человек решил на Авито отдать бесплатно. Ну что ж, друзья, вот такой вот рейтинг у меня получился. Надеюсь, кому-то сумел поднять настроение. Надеюсь, кто-то улыбнулся. Если да, можно даже лайк поставить. Это был канал Миклуха МакФлай. Берите вещи бесплатно, отдавайте вещи бесплатно. Главное, делайте это с умом. Пока-пока.